Всем в тренде. Пока Трэвис Котт там серфит на крыше Мерседеса, пока трэк на концертах лутает гигантские лифчики, Рич Закит в это время флексит палеными кроссами, которые он украл у Моргенштерна. Да, я думаю почти все из вас уже видели ролик про то, как Алишер записал фит западным исполнителям. Но если вкратце рассказать, то это было дорого, Рич Закит вообще никак не поддержал их совместную работу, а еще он украл реквизиты съемок и отгасился от продолжения съемок клипа. Но на этом конфликты рэперов на самом деле не закончились, ведь под новым подкастом VS Rap, где гостем был Трилпил, Сода Лав оставил вот такое сообщение, обозвав Тимура чушкой, на что сам Трилпил отреагировал вот такими сообщениями в своем телеграмме. И честно, я до конца таки не понял, зачем Сода это написал, но в интервью был момент, где Тимур рассказывал историю про какого-то рэпера, которому он помог и возможно это был как раз таки Сода Лав. Есть другой крутой рэпер, который приехал в наш дом, ему было негде оставить, он не из Москвы, и он мне сказал, Тимур, пожалуйста, ты можешь меня оставить у вас в доме? Мне некуда пойти. Я сказал, хорошо. Когда я оставил его у нас, он сказал, спасибо большое, брат, я буду рассказывать о тебе на каждом интервью, буду говорить всем то, что ты легенда, если бы ты не ты, у меня бы ни хуй не получилось, в итоге он мне даже раз в год не пишет, как дела. А еще в сети, а точнее в паблике вампира, появилась интересная история про рэпера Обладает и Найн Майса. Это было, правда, в 19-м году, и тогда один из главных фрешменов этого года вовсю троллил Обладает в инстаграме, а также задевал еще в своих треках, за что в итоге получил леща Тоблы в одном из баров. Это подтверждает вот эта запись, на которой видно Обладает, Хоффманиту в розовом худи и самого Найн Майса, у которого тогда были еще короткие красные волосы. Ну а также фрешмен тогда еще выставлял сториз, где подробно со своей стороны описал эту ситуацию. Да, вот такой забавный биф недавно всплыл в сети. Ну и последний конфликт на этой неделе, это заварушка между Бэйби Мэлла и неким Никит Цунами. Да, Мэлла сейчас вовсю хайпит из-за постоянных конфликтов, в которых он участвует. Я спрашиваю за то, что ты не слышишь, бля, на че ты не нахуй? Да, да, да. Хочу высказаться. Слили сейчас видос, я не знаю кто, где, ну, потасовку у нас с Никитой Цунами. Я скажу так, ну, Никита, ну, реально поступил как мужчина, он признал свою вину в конце концов. И он, ну, пацан нормальный. Ну и судя по звуку, я думаю, вы догадались, что было видео. Но хватит про конфликты, давайте пройдемся по анонсам. Ведь их было действительно очень много. Во-первых, все фанаты Гон Флада могут ликовать. Да, Флад наконец-то анонсировал свой новый альбом на целых 20 плюс треков. А также показал трек-лист, который, увы, заблюрен. Плюс еще на днях должен выйти очередной ремикс трека Фейса под названием Бэйби, только теперь уже от Биг Бэйби Тейпа и некого Хази Бази. Кстати, данный сниппет очень сильно захейтили люди в сети. Но и это еще не все. Ведь помимо этого сниппета в сети еще появилось несколько видосов с отрывками из альбома Варсквам. Так что надеюсь, что альбом Тейпа уже точно не за горами. Ну а кто скучал по душевным песням, тот, я думаю, будет рад новому материалу от Макса Коржан. Который после дропа отчета из-за детского концерта, который советуем обязательно глянуть, от него же мурашки идут. И это, кстати, был самый рекордный концерт Коржана, 45 тысяч человек. Мне кажется, никто из СНГ-рэп-исполнителей столько не собирал нигде. Но кроме этого Корж еще выставил и сниппет новой песни, которая также, кстати, вызывает мурашки по телу. Они задумали нас навязать на прицел, забиваем марш, жрет серый дым, валят зокон передел. Переждем, переждем, передел. Звери ждут, передел. Плюс еще в сети появилась обложка нового альбома Дрейка, который скоро выйдет. И ее, кстати, нарисовал его сын Адонис. Что напомнило мне, кстати, обложку альбома Маргенштерна, который ему рисовал его младший брат. Плюс ожидаем релиз от Лил Кристалла, будут еще новиночки от Будды скоро, и еще очень много годных релизов будет в сентябре. Ну а пока мы рассмотрим лучшие за эту неделю релизы, а эта неделя была топовой, ну, ребят, поверьте, на 100%. Поэтому обновляем наши плейлисты и обновляем свой гардероб крутыми кроссами от такого магазина, как Hustle.shop. Если хочешь стильно одеваться и при этом не переплачивать, тогда рекомендую годный магазин кроссовок и одежды Hustle.rf. У Hustle в обойме более 3000 кроссовок и все это в наличии. Редкие и эксклюзивные модели, которые ты не увидишь в обычных магазинах, а материалы качества не уступают оригиналу. На сайте только реальные отзывы покупателей, которые можно проверить. А самое главное, у ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении. Также только для моих подписчиков действует промокод в тренде, дающий скидку аж 30%. Поэтому не переплачивай в других магазинах, а покупай на Hustle.rf по самым вкусным ценам. Переходи и убедись сам. Ссылка будет в описании под видео. Ну и начнем мы, как всегда, с альбомов. И, конечно, главная пластинка недели – это новый релиз от T-Fest под названием Geek. Кстати, где интересная отсылка с обложками. Если соединить облогу этого альбома и прошлогоднего EP «Черновецкие понты», то получится единая картина. Из чего могу, кстати, сделать вывод, что альбом T задумал еще очень давно. Ну а в целом, это большая отсылка, конечно же, на острые козырьки. Но помимо всех этих отсылок и так далее, еще удивило наличие интересных фитов. Во-первых, это скриптонит и Элджей, а еще на одном треке мы можем услышать френдли тага. Но артисты на треках, конечно, не подписаны, по понятным политическим причинам. И я еще в ролике вам, конечно же, покажу именно фиты, ведь эти треки, уверен, вызывают максимальный интерес. Ну а так, в целом, советую чекнуть, конечно же, весь альбом, ведь он весь крутой. Да, T-Fest для меня до сих пор один из тех артистов, кто всегда делает круто. Много языков, но не можем найти общий. Раньше свои обуви, лиса, обнимайся, кидали общий. В школе я смотрел в окно, мечтал об одном, Чтоб солнце светило нам всем, малой в огне. Как дефиле, эй, на тебе бы тега, бэй, радую тебя вместе с этим тишу, эй, бэй. Пашин Уик, она герой всех фото, кто послал ее ко мне за моды. Беги, как тот пацан бежал, беги, что все мечтали завязать твои шнурки, что все хотели... Какими звезды, обычные парни, люблю нашу квартиру, тут только кухня и спальня, всего лишь одна комната. Второй релиз недели, это, конечно, новый микстейп Фараона, куда вошли все неизданные, так сказать, треки за 22-23 год. И полный обзор у меня есть уже на канале, кто не видел, советую его глянуть. Но если вкратце, то это очень годный релиз, как для микстейпа. Мне он даже больше понравился, чем Филармония. Потому что здесь есть и треки в стиле правил, где Фара показывает свой вот этот фирменный речитатив. Есть Old School, который меня пробрал прям до костей, топит с локдогом. И есть треки а-ля Фараоновский Викенд из Филармонии. Поэтому для всех здесь найдутся треки. Мне же на постоянку улетели такие песни, как «На одну улыбку больше», «Пит с локдогом» и «Другие души с коноплевом». Это не нашим миром правят танцы на костях. Она спросила, ты хороший? 50 на 50. Будь ты богач или босяк. Я не ходил аллюром, не был запряжен до троек. Мне по себе не смочь судить, поскольку параноик. Ну и понятное дело, что все, наверное, слышали про эти релизы. А вот альбомы молодых 100% упустили. Например, я вот только сегодня узнал, что еще в прошлую пятницу был дроп от Eternity. Я, конечно, не любитель вот этих всяких хайпер-попов, но кому такой заходит, там и найдете целых 15 новых треков. Новых фитов с Будой, увы, там нет. Так что, может быть, Будой реально на своем альбоме читал про Eternity. Я тебя не понимаю, снова выбираю, между тобой и одиночество. В голове бардак, и я ночью спал. И рискую так, где бы ты не стал. Делаем левел лав, вместе сделаем 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 левел лав. однозначно заценят уже восьмой студийный альбом Слима под названием «Спокойной ночи, малыши». В качестве гостей из интересных там только Геопика, ну а также Старичок, конечно, держит хватку и делает до сих пор отлично. Жаль, там нет среди гостей еще Гуфа и Словецкого. Голос потухшего, спящего где-то на вписке. Голос тут искрометный, посажен, как тут самик в Минске. Позыл всего нашего стиха. Слышь, не доводить это греха. Мы здесь для куража, чисто соленьей поджать. Смотри, пошла жара, пинкот, ты знаешь, все потрять. Жарим на баяне, как дела бояре. Дураков валяем в яме, в яме, рэп помянет. Кстати, знаете, что я заметил? Наверное, Манера бьет рекорды по выпуску одного и того же трека. Да, всем известный хит под названием «Скажи мне кто?» ты уже в третий раз вышел официально на площадках. Только сейчас уже под другой продакшн, где за главную мелодию озвучил своим голосом Токсис. Ну и, кстати, причиной удаления старого трека стал конфликт между артистом и лейблом, который, по словам Манеры, выкупил данный бит и хотел забрать чуть ли не половину роялти или даже больше за этот трек. По поводу всей ситуации «Скажи мне кто ты», давайте проясним еще пару моментов. «Студия Союз» и «Аплюс». Два этих лейбла связались с «Ториоонззубит» примерно в момент, когда я выяснял у него, сколько он хочет от меня денег, и просто предложили больше, чем я, перебивая мои ставки. Мне поставили условия в течение суток либо их скинуть, либо они отдадут их каким-то другим людям. Я думал, что это бред, но, как оказалось, такие люди действительно есть, и вот таким образом у меня выкупили бит. Они так уже делали с разными тиктокерами до этого, но я кручу мир. Ну и раз мы вспоминали в начале ролика Nine Mines, а то стоит, конечно, упомянуть его новую работу под названием «Героиня», что является еще отсылкой на всеми известный хит. Но, знаете, может, я постарел реально, но не понимаю до сих пор хайпа вокруг этих особ. Причем биты я выкупаю, мне нравится продакшн, мне нравится сведение и сам звук, но их текст и флоу это пипец как слабый вторично, на мое мнение. Я понимаю, что образы, инфоповоды, которые они создают это круто, визуал действительно шикарный, но Музло, честно, до сих пор не заходит мне. Ну а вот кто слушает «Сквозь баб» и любит комедий рэп, тому, наверное, в кайф будет новость о новом альбоме «Сквозь баб», который на этой неделе дропнул первый сингл из будущей пластинки, а также анонсировал свой релиз. А вот кому было мало лиричных треков на альбоме «Мое», то и он хочет еще, тому стоит заценить их новую совместную работу с Эвентином под названием «Сильней». Ну и давайте еще пройдемся по артистам, за которыми я наблюдаю и которые хочу поддержать. Во-первых, это Дубай на связи, а именно Кит Бизар с новой работой под названием «Колдбэк». Давно мы за ним следим и лично я вижу, как он быстро растет и набирает обороты. И, конечно, «Колдбэк» — это прекрасная лирическая работа, которую вам советую послушать. А также для меня открытием прям этого месяца стал «Hole Lotus Swag». Это просто драгоценный камень для меня, потому что я люблю такой вот трэпчик по типу, как делают 52 или шмани саунд, и «Свэгер» стал для меня реально очень крутым открытием в этом стиле. Как и для Кизару, кстати, который также его заметил. Буду далее за ним следить, а сейчас хочу показать его новиночку под названием «Мами». Ну и теперь запад. Конечно, главным западным релизом отметился Квейв из Мигас под названием «Рокет Пауэр». Честно, я долго ждал этот альбом, слышал сниппеты, и они меня прям разрывали. Это 18 мясных треков, это качает, это хорошо сделано, и это я вам обязательно советую послушать. Я не могу, увы, показать все треки, но хочется прям все их показать и вставить ролик. Реально, чекните альбом Квейва, это мясо, поверьте мне. Плюс также легендарный продюсер Майк Вилл Мэйт Ит вместе с Лил Узи дропнул новый бэнгер под названием «Блад Мун». Ну да, запад меня прям радует на этой неделе, все треки крутые, и еще последняя новиночка также крутая – «Лил Текки» и «Кодек Блэка». И на этом у меня все. Плейлист с треками будет встать в группе ВК, мы ее наконец-то починили, сори, что плейлисты какое-то время там не дропались. Ну и конечно подписывайтесь еще на канал, чтобы всегда оставаться в тренде всех последних событий в мире музыки и YouTube. Субтитры сделал DimaTorzok